друзья всем добрый день день у нас сегодня начинает с того что мы приехали на я не знаю как назвать шлюза подъехали практически горам и некоторые подписчики постоянно задают вопрос дениса как подпитывается городские каналы и арыки водой вот это один из вариантов и один из вариантов подпитки с гор вода тает и стекает но если внимательно посмотреть сейчас то уровень воды видно насколько упал это до слюзов после слюзов вообще воды нету и второй вариант подпитки рыков для полива полей это как я увидел это артезианская вода мощные трубы в землю большим потоком воды все это выходит напором воды выходит но это только летом не знаю как но на зиму скорее всего артезиан перекрывают задышки всего успокаивают вот что выглядит после шлюзов и шлюз останавливает здесь уже вообще воды нет просто здесь есть только мусор кое-как он льет поливает но сейчас мы с вами едем дальше едем к повару повар уже известен по предыдущему ролику сегодня мы будем готовить кусок мяса в тандыре новый рецепт новое блюдо новая технология естественно первый раз это буду видеть слышать слышал уже становились пай шамбе купить говядину вот наисвежайшую и говядина здесь между прочим дешевле чем в городе на две тысячи сумм но это кишлак до считается это кишлак поселок срез какой красивый это яйцо яйцо тухун на протяжении всего пути пока мы едем встречаются машины везут лошадей скорее всего сегодня игра губка ли будет не знаю во сколько но точно будет потому что очень много лошадей везут и все такие седлами уже начинается игра вот мы пришли в кладовую кладовых опять пришли в гости к уткиру здесь все также происходит хлеба печенье сейчас будет готовить мариновать мясо для дальнейшей закладки в тандыр ведет салам алеку сейчас происходит чистка тандыра от ну а частиц то что от хлеба остается всякие пригорелые штучки начинается представление похоже мне опять что-то неправильно перевели посыпают 0 кориандр молотый еще чуть-чуть зира и соль обычная яйцо и яйцо и яйцо 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 самое интересное начинает сейчас обычная нитка с иголкой продевается через наши кусочки мяса я уже подумал что это шашлык в тандыре будет что будет подвешено оказывается нет все равно даже не подвешено я думаю многие первый раз такой рецепт видят процентов 70 точно все это одна заготовка готова до делаем вторую заготовку в это время активно продается хлеб между прочим сегодня хлеб намного больше стучат чем тот раз сегодня выходной день все дома все кушают все едят вот так вот выглядит наша заготовочка в день сколько мешков муки тратить нич да вообще нич мешок два мешка а так каждый день полтора 1 до 2 3 а 2 3 даже 4 заказ вместе у тебя получается 60 мешков три тонны муки в месяц до камаз 1 или как-то газель дамас но он же дамас 3 тонны не возьмет несколько дамазов на 3 дамаза 1 1 1 2 3 дамас 1 тонна дамас тонну везет да ладно два мешка 20 но три дамаса вам надо короче понял бедный дамас начинается подготовка тандыра сбрызгивается водой открывается крышка посыпается чуть-чуть мукой чуть-чуть прям для того чтобы была сцепка с тандыром прямо слегонца все прилепили прилепила держит прижимает чтобы не отвалилась там муки можно сказать одно название то есть я думал он обильно посыпет но нет вообще капелька даже грамм муки на один на одно кольцо не расходуется видите он его прикрепил и поддерживает чтобы схватилась тут еще нужно понимать куда вывешивать мясо например на нижнюю полукруглую часть чтобы наклон был вниз то есть если на когда идет закругление в тандыре туда вы точно не повесь потому что он тупо отвалится тут есть специфика приклеивание мясо и последнее кольцо 3 2 упала но он мастерский опять приклеил не не лучше лучше вот здесь чтобы не упала куда хочешь куда хочешь вот так выглядит наше мясо друзья если внимательно присмотреться то там откуда-то кошка залезла и сидит греется но жар поднимается наверх и она сидит там балдеет так как на улице морозно кошка хитро хитрая кошка так вот выглядит мясо в тандыре висит родной это будет наш шашлык тандырный тот же самый шашлык очень красиво тем временем начинается процесс наши шашлыки наше мясо достается тоже вот с помощью этой палаты палочки и кув ковшика что я могу сказать сразу пошел сильный аромат зиры но это один в один на похоже мясо на шашлык в тандыре вот даже не пробуя можно сказать что это то же самое мясо посыпали луком сейчас мы его попробуем пробуем мясо мясо готово однозначно наисвежайшая лепешка вкусно это один в один вкус тандырный шашлык один в один он ничем не отличается просто место где мясо крепится оно немножко подсушено а так один в один это вкусно всем советую попробовать кто не пробовал тандырщики мастера пробуйте это реально интересно во первых для меня это было много спасибо большое уткиру повару и его команде спасибо вам спасибо нам и всем пока спасибо спасибо и